Здравствуйте! В эфире программа «Просто о вере» и я, ведущий, священник Максим Портнов. Мы продолжаем говорить о заповедях с нашим гостем, священником Дионисием Кузнецовым. Отец Дионисий, здравствуйте! Здравствуйте, отец Дионисий! Отец Дионисий, мы замечательно поговорили в прошлой передаче о третьей заповеди, и сегодня наступает время для четвертой заповеди. Это заповедь более практичная, многие наши зрители, думаю, ее знают, но все-таки хотелось бы о ней подробно поговорить. Пожалуйста, расскажите нам, что это за заповедь и к чему она нас призывает. Помни день субботний, и шесть дней делай дела твои, а седьмой день к Богу. Ни ты сам, ни дети твои, ни скот твой, ни раб твой, кто на тебя работает, не тот, кто в гостях у тебя, пускай в этот день, ничего не делает. Потому что Господь Бог сотворил этот день за шесть дней, а в седьмой день почил от дней своих. Он сотворил мир за шесть дней, а в седьмой день он отдыхал, и поэтому он свят. Отдыхает, да. Как говорят отцы, седьмой день — это тот день, который продолжается сейчас. Да, да, совершенно. И получается, что Господь Бог, говоря эту заповедь, Он, во-первых, что здесь важно, говорит её подробно. И первый вопрос, почему так подробно? Потому что есть заповедь, сформулированная очень кратко. А здесь почему-то подробно. Почему вот не ты сам, не дети твои, не слуги твои, не тот, кто у тебя в гостях, пришелец в доме твоём. Почему так? Чтобы не было лазейки. Да, 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 всё верно. Потому что человеку очень трудно с одной стороны работать, а с другой стороны не работать. Как говорят мудрые люди, есть два самых сложных момента для любого человека — начинать и прекращать. И вот для человека, который, может быть, ленится, ему начать работу трудно. Для человека, который привык трудиться, остановиться трудно. Так вот трудоголик. Не только трудоголик, но и человек вынужден. Он, может быть, не любит работать, но вынужден, допустим, человек сейчас работать, потому что у него большие расходы, да, и он сейчас обязательства, и он должен работать. Он, может быть, мечтает отдохнуть, да. Как одна благочестивая прихожанка, спрашиваю её, когда спрашивает священник, а почему, Мария, вы никак не отдохнёте? Она говорит, отдохну, когда ни разу не отдохну. И вот получается, что когда человек привык трудиться, он ценит каждый день, и в том числе выходной день, потому что этот день у него распланирован, и что он будет делать. И вот здесь Господь призывает человека помнить день субботний. Замечательные слова начинают с них заповедь. Помни день субботний. Да, то есть чтобы человек помнил о том, что он хотя бы один день в неделю посвящает Богу. Суббота — Богу твоему. Суббота в переводе с древнего на речи — это означает покой. Поэтому для современных христиан, и не только современных, вообще для христиан в истории нашей христианской церкви, нет проблем, почему мы не в субботу, а в воскресенье почитаем, а день Господень, потому что знаем, что суббота — это покой. В переводе с древнееврейского языка. И получается, что если для христиан день покоя — это воскресенье. Почему? Потому что Господь осветил этот день своим воскресеньем. И мы не можем игнорировать важнейшие события в истории человечества. В воскресенье Христа. И поэтому именно воскресный день. Да, в современной уже практике, работающих во всех странах, потому что есть верующие, те, кто, значит, и воскресный день, их на нашей планете большинство, есть те, кто почитает субботу, есть те, кто почитает пятницу, как выходной день. И поэтому может быть несколько выходных дней. Пожалуйста. Но для христиан воскресный день важнейший. А есть, тем не менее, и христиане, которые считают, что нужно обязательно соблюдать и субботу тоже. Здесь отдельный вопрос. Таких христиан, может быть, в количественном соотношении немного, но, тем не менее, они тоже есть. И среди православных христиан, тем, кому важно буквальное исполнение всех заповедей, субботний день, не работать, не работать не потому, что нечего делать, не потому, что любят лениться и хотят оправдать, а именно потому, что их религиозность такова, что для человека страшно нарушить любую заповедь. И лучше буквально выполнить все, как надо, чем нарушить Божью заповедь. Даже если это сложности какие-то влечут. Поэтому для христиан, которые насмехаются над теми, кто соблюдает субботу, это опасно. Нельзя высмеивать тех, кто живет иначе. Если люди соблюдают субботу, а ты не соблюдаешь, ты говоришь, вот они там даже в лифте кнопку не нажмут. То обязательно найдутся те, кто посмеется над твоим обычаем. В воскресенье с утра рано вставать, вместо того, чтобы поспать. Что мы и получаем чаще всего от неверующих, сродников, соседей, знакомых. Поэтому мы стараемся сами для себя, прежде всего, прояснить, чем для нас важна эта заповедь. Почему Господь просит от нас один день в неделю посвящать Богу. Строго Ему. Да, да, строго Ему. Потому что человек действительно в трудах своих часто забывает о главном. Вообще выстраивание иерархии в главе ценностей, иерархии ценностей, что для меня самое главное, что важное, что второстепенное, это с древних времен христианских важнейший навык. Когда первые монашеские общины организовывались, всегда выделяли в распорядке, что главное в этот день, что важное, что второстепенное. Чем можно пожертвовать, а чем жертвовать нельзя никак. В взаимоотношениях с Богом еще раньше, во времена мучеников, что допустимо, когда Господь говорит о свидетельстве веры. Вот как допустимо свидетельствовать, когда нужно говорить, когда нужно молчать. Опять же, человек заранее, в спокойном состоянии душевном, в молитве, обращаясь к Богу, выясняет для себя прежде всего, что для него главное, что важное, что второстепенное. И в современном бытовом общении точно так же в семье, в любой семье нормальной, есть приоритеты. Люди выясняют в разговоре между собой, что обязательно нужно сделать, что желательно сделать, а что по возможности. И вот здесь Господь указывает, что с одной стороны, Он понимает немощь нашего человеческого естества, и хотя есть подвижники, которые говорят, нужно каждый день посвящать Богу. И есть те подвижники, которые не только говорили, но и достигли такого состояния. Но Господь Бог не требует, не возлагает на нас такие бремена. Он говорит, что один день посвящай Богу, Господу Богу твоему. И для того, чтобы человек мог этот день всецело проводить так, как он хотел бы видеть себя перед Богом. В этот день, если человек, во-первых, молится сам, потому что есть люди, которые не могут найти время, сил для молитвы. Не то, чтобы в церковь сходить, но даже дома помолиться. Забот и столько, что человек, дай Бог, если успевает, отчинаш порчитай. А бывает, что и этого не успевает, потому что нет навыка. И он не знает, как этого навыка достичь. Навыка выстраивания своего дня? Да, даже дня. Даже вот с утра человек говорит, я стою, на автомате делаю много дел, и дай Бог, если я к обеду вспомню, что мне нужно хоть отчинаш хотя бы прочитать. А бывает, что не вспоминаю целый день одно, другое, третье. Как писал святитель Феофан Затворник, что, искушение от духов зла, они не только толкают нас на грех, в плане злодейства какого-то сделают, там, осуди, соври, или еще что-то. Вот. Еще и закрывать добрые возможности. Второе важное упущение для человека, тогда, когда он не видит добрых возможностей для себя, человек говорит, я не могу спастись, я не могу достичь вот этого состояния, я не могу найти времени для молитвы. И разве я могу стать, человеком, в котором нет греха. Невозможно это. Это вот древние подвижники, Серафим Саровский, он для этого ушел в глухие леса, для того, чтобы достичь спасения. Я живу в миру, для меня это невозможно. Ну да, у меня ипотека, у меня кот с утра есть, просит, значит, и так далее. Да, да. Поэтому, как я могу спастись, значит, все, надо рукой махнуть. Рукой махнуть или, да, может быть, немощь свою принять, это тоже святоатическая практика. Преподобный Амбросий Оптинский, говоря о своей немощи, он говорит, что было время для подвигов, а сейчас время со смирением принимать свою немощь. Поэтому это неплохо, если человек со смирением принимает свою немощь, а не называет черное-белым, когда он говорит, я все успеваю, я молодец, у меня все хорошо, на самом деле важнейшее он упускает. И получается, что Господь дает заповедь как раз для того, чтобы человек, во-первых, не загнал себя, даже если у него очень много забот, чтобы он не загнал себя. У нас есть, когда Господь говорит о заповедях, Он говорит, первое, возлюби Бога всем сердцем, а второе, возлюби ближнего как самого себя. То есть здесь как минимум нужно уметь любить себя и ближнего любить как самого себя. То есть найти время и для себя, и для того, чтобы самому расти духовно, и помочь в этом ближнему своему. И это в том числе можно тоже воспринимать как дело Божие и хотя бы один день в неделю этому посвящать. То есть это, кстати, очень важный момент для наших зрителей, что Господь не загоняет человека в какие-то вот такие вот жесткие рамки, а говорит, друг, ты должен развиваться, ты должен расти физически и духовно. Если тебе нужно, значит, закончить там учебу, пожалуйста, занимайся этим. Если у тебя сейчас, значит, срочная там стирка или еще чего-нибудь, пожалуйста, занимайся этим. Но делая это, ты не должен забыть о самом главном, обо мне. Да, и взаимоотношения с Богом, они для человека могут быть важны. И если человек дорожит этими взаимоотношениями, то тогда он находит время естественное, потому что есть любовь в сердце. Если человек осознает недостаток искреннего внимания к Богу, то есть хотел бы найти больше времени, но не находит, то здесь начинаем с того, что просим у Бога помощи, Господи, помоги, вот я хотел бы больше времени тебе посвящать, покажи мне, где я могу чуть больше этого сделать. Как, опять же, в аскетической практике старшие монахи молодого послушника приучают к строгому посту, который принятых в обители, не сразу. Постепенное приучение к посту. То же самое и что касается молитвенного правила. Если человек осознает в себе потребность молиться больше, но не находит времени или сил, то он не должен виноватить себя за это. Потому что от того, что мы себя просто виноватим, мы приходим в уныние. А уныние — смертный грех, такой же, как убийство. Точно так же разлучает душу с Богом. И получается, если человек просто поругал себя и думает, что этого достаточно, то нет, к сожалению, нет этого недостаточно. Более того, это ухудшает его состояние. Если человек хочет научиться посвящать больше времени Богу, начинаем раз в неделю, в воскресенье. В воскресенье, хотя бы часть воскресенья постепенно мы освобождаем для своих взаимоотношений с Богом. И да, бывает такое, что человек, еще не научившись сам выстраивать взаимоотношения с Богом, сразу втягивает в это близких. Пойдемте все вместе в храм. Человек сам еще не обрел навыка, когда ему радостно ходить в храм. Он воспринимает это как обязанность. Это полезная обязанность. Ну как, приучил сам себя с утра зубы чистить, завтракать, бежать на работу, детей в школу. И в воскресенье все побежали в храм, потому что это полезно точно так же, как следить за собой, работать, учиться. Точно так же полезно. Поэтому давайте все вместе. У нас есть старая поговорка, в рай палкой не загонишь. Поэтому если мы воспринимаем отношения с Богом как обязанность, рано или поздно мы от этого устанем. И наши близкие устанут. Поэтому мы наблюдаем за своим сердцем, есть ли моменты в молитве, в богослужении, когда нам хорошо. Как сказал один из опытных священников, в храм большинство людей приходят по нужде какой-то, из-за какой-то проблемы. А остаются и регулярно ходят в храм по одной причине. Причем нужда у всех разная. У кого-то болезнь, у кого-то радость, что реже. У кого-то какие-то житейские неврядицы. А остаются в храме только по одной причине. Людям в храме хорошо. И показатель на такой случай. Однажды женщина пришла поговорить, задать вопрос, почему ей на службе ничего не понятно. Нельзя ли сделать, чтобы на службе читалось и пелось понятно. Я начинаю ей объяснять, что традиция на церковно-славянском языке совершать богослужения, она давняя. И да, идут дискуссии на эту тему. И постепенно какие-то новые решения появляются. Но это все не быстро. Потому что церковь у нас медленно, медленно что-то новое принимает или наоборот от чего-то отказывается. В любом случае сейчас есть книги, литература, которая лучше помогает понимать богослужение. Вот, пожалуйста. Она говорит, нет, а можно проще вот сразу? Ведь люди же должны понимать. Я говорю, да, согласен, должны понимать. Сам Господь говорит апостолам, что нужно научить людей, прежде чем их привести к вере. Она говорит, ну почему же вот просто взять одним днем и я говорю, а это не главное. Она говорит, как не главное? И вот тут она поворачивается, а после службы бабушка на лавочке сидит, отдыхает. Разговор был после литургии. Она говорит, вот бабушка, она же тоже ничего наверняка не понимает. Я говорю, а вы ее спросите? Вот, и она подходит к ней и говорит, скажите, пожалуйста, а почему вот вы в храм ходите? Вы все понимаете? Она что? Почему вы ходите в храм? Вам все понятно на службе? Она что? Не слышу тебя, дочка, скажи громче. Она вот кричит ей буквально, уже понимая сама, что даже если она ее не слышит, которая в уху по-русски говорит. Она говорит, да почему же вы ходите в храм, если вы ничего не слышите? Да хорошо мне здесь. Вот так получается, что большинство людей, которые ходят в храм регулярно, потому что им хорошо. Как сказал апостол Петр на горе Фаворска, хорошо нам здесь быть. И вот если человеку хорошо на службе, он может делиться этой радостью с близкими и звать их присоединиться к этой радости. Не толкать, не заставлять, а звать присоединиться. Хочешь, пойдем со мной сегодня на службу. Нет, ну, в другой раз. Вот. И так каждый раз. Мы потихонечку делимся радостью, надеясь, что для близкого человека, который важен для нас, так же, как мы сами, эта радость станет тоже важной, что человек сможет проникнуться. И не вина человека, для нашего собственного ребенка, если он в этот момент не чувствует этой радости. Мы разве всегда чувствуем эту радость? Нет, не всегда. Иногда нам тоже бывает сложно и непонятно. Трудно, что-то в богослужении трудно, что-то в молитве сложно. И поэтому мы просим Бога поддержки в этот момент. То есть Бог сам есть источник той радости, Он обещает нам радость нескончаемую, когда мы встретимся с Ним. А здесь от святой божественной радости, как говорил апостол Павел, как через тусклое стекло. И вот получается, что мы ищем эти крупицы радости во время молитвы, участвуя в богослужениях, делая что-то доброе для близких своих. И стараясь любое свое дело посвятить Богу хотя бы один день в неделю. — Получается, что у нас действительно часто предъявляют нам вину, что вот у вас там язык непонятный, и поют непонятно, и батюшка там себе под нос что-то бобнет. А получается, что не в этом счастье. И проблема церкви заключается не в том, что мы вот такие вот консерваторы, что мы не хотим, значит, повесить большой экран и пустить там строчкой, значит, текста службы или еще что-нибудь. А проблема именно в том, что суетность сердца не дает возможности вот этой благодати Божьей коснуться. Потому что ты все время вот как белка в колесе. Вот человек, который хоть раз переступал порог храма и хотя бы постарался помолиться, да даже не храма, даже дома, то тот мог заметить одну интересную вещь. Когда ты читаешь какой-то светский роман, ты можешь там полкнижки прочитать и даже не заметить, и не вспомнить о том, что у тебя там на плите чайник кипит, или там кот ходит, орет, просит поесть. Стоит взять молитвослов, даже до конца Отче наш не дойдешь, 33 мысли. Да самое главное, каждая одна лучше другой. Да, и это тоже можно по-разному с этим бороться или не бороться. Некоторые подвижники говорят, что нужно отсевать, отгонять от себя, отодвигать любой помысел и внимательно молиться. Лучше меньше. У тебя есть полчаса, как говорил митрополит Антоний Сурожский, вот полчаса слова, земной поклон, предложение, земной поклон. Сам так молился, при том, что во всех остальных взаимоотношениях с людьми он был очень мягок, очень доброжелателен, да, но в своей личной молитве он дорожил каждым словом, внимательностью. Поэтому, да, вот когда он говорил о своем личном опыте, как бороться с рассеянностью молитв, вот, вот за каждое слово борьба, вот. И ему было это ценно, и ему это было важно. Вот, но, к сожалению, это не универсальный опыт, да, и те, кто пробовал по рекомендации митрополита Антония вот так вот молиться, те, у кого-то получалось, но большинство людей сдавались и говорили, нет, так не могу, тяжело. Слишком тяжело. Слишком тяжело. Или, как другая крайность, это святой праведный Иоанн Корштадский, который говорил, что нужно читать так быстро, чтобы не успели мысли никакие прицепиться. На что, да, опять же, те, кто пробовал, у кого-то получалось, а у кого-то, нет, наоборот, впадало в какой-то дополнительный соблазн, что я тараторю, ничего не успевая понимать, не успея сконцентрироваться сердечным чувством, просто вычитываю, да, мысли не успевают, но я и понять ничего не успеваю. Вот, поэтому вопрос в том, что для одного спасительно, практика какая-то, для другого может быть не подходящая. Для другого будет согласна. Поэтому, если человек хочет научиться молитве, он начинает с искренних слов. У нас одна всего обязательная молитва — «Отче наш». Эти остальные молитвы составлены святыми людьми или услышаны от ангелов. Поэтому, если человек начинает с внимательного прочтения «Отче наш», вот да, и как вы совершенно справедливо батюшку сказали, что 33 мысли приходят в голову, вот есть еще один у сирийских подвижников способ. Мы молимся о тех делах, которые нам приходят в голову. Вот во время «Отче наш» я вспомнил о своем коте, да, или о вашем. То, соответственно, вот, дай Бог, чтобы у кота все было благополучно, и у меня тоже по отношению к коту тоже было благополучно. Ведь Господь Бог, Он не требует от нас, чтобы мы жили только ради Него. Это невозможно, поэтому Господь этого и не требует. И как раз это заповедь об этом и говорит, в том числе. Но чтобы мы, как сказано в Священном Писании, все дни ходили перед Богом в сердце своем, вот это было бы для человека, наверное, очень полезно. То есть это, кстати, очень интересное предложение. Я вот первый раз его услышал, что вот те помыслы, которые приходят, о том, что тебе нужно собрать ребенка в школу, о том, что у тебя там налоговый отчет, о том, что у тебя начальник злыднее, и он тебе сегодня будет палки в колеса вставлять, что во время молитвенного правила домашнего или в момент, когда ты стоишь в храме на службе, и к тебе приходят эти помыслы, то ты их не отгоняешь, а наоборот используешь как некие такие кирпичики, из которых ты выстраиваешь те молитвы молитвы о хлебе насущном. То есть что этот хлеб насущный? Это же не только тарелка, которую ты поставишь перед своими родными дома, но в том числе и те моменты, которые в твоей жизни так или иначе происходят. И получается, что не можешь исправить возглавие, да, или как там поговорить, как ты говоришь? Да, то есть если мы сейчас находимся в состоянии, как сказано в Священном Пописании, давлеет дневе и злоба его, то есть злоба дня наша превозмогает нас, нам некуда деваться от наших забот, то мы эти заботы совершаем как дело перед Богом. Да, вот мне нужно делать домашние дела. И я молюсь об этом Богу. Господи, помоги. Вот мне нужно вот это сделать, потом вот это. Я еще думаю вот про это. Господи, благослови, помоги, поддержи. А вот здесь я не знаю, как сделать. В разуме наставь. И в эту сторону человек, даже если он читает какое-то молитвенное правило, которое вот в данной конкретной молитве святителя Иоанна Златоуста или преподобного Макария Великого из молитвенного правила, да, там совсем другие слова. Там про мои грехи вообще. Но я, читая эту молитву, читаю их про свое то дело, которое я задумал сейчас, которое мне нужно сделать, или которое я не хочу делать, но мне надо. Вот. И я не знаю, как я с ним справлюсь. На этом вот у нас ягтинья есть о благорастворении воздухов. И очень многие не понимают, что имеется в виду, что мы сейчас молимся о хорошей погоде, о том, чтобы не было ни ураганов, ни смерчей, значит, ни там еще каких-то таких катаклизмов. То есть в целом о благоприятной погоде, касаемо и для меня лично, и для вот нашей страны в частности, там, тот же хлебные посевы и так далее. И вот один рассказывал человек, что он, не понимая эту молитву, здесь молился о том, чтобы он поступил в семинарию. То есть вот такая практика, да, получается? Отец Дениси, а не получится ли так, что вот вы сейчас говорите о том, что вот у тебя есть нужда, вот ты сейчас молишься об этом, у тебя появилась другая нужда, а ты сейчас обратился к Богу. А не будет ли это отсылом вот нашей прошлой беседе о том, что ты в суе Бога упоминаешь и призываешь его имя, когда тебе нужно взять того же нашего пресловутого кота и его покормить? Не будет ли тут нарушением? Это возможно, если для человека молитва и обращение к Богу становится фоном. То есть вопрос, что главное, опять же, а что второстепенное? Если для человека главное быть с Богом, а дела повседневные важны, ну а это не главное, это то, что необходимо сделать. Необходимо не потому, что ну вот это такое ермо, которое на себе ты тащишь. Нет, иногда бывают очень радостные дела с тем же котом, его же не только кормить, погладить можно и все такое. Вот, близкие люди, общение с ними, когда ты везешь детей в школу. С одной стороны, это может быть тяжко, если тяжело и не успеваешь, опаздываешь, и дети болеют, или еще что-нибудь, и мысли одолевают, про ту же работу и отношения с начальством. Вот. А можно воспринимать это, как вот сейчас у меня есть, это эти несколько минут с моими детьми. Им сейчас трудно, плохо, не хочется в школу, и мне сейчас трудно, потому что я не опаздываю. Не только опаздываю, просто неестественно для человека толкать своих детей, которых он любит, в ситуацию, где им плохо. Вот. И поэтому мы запрещаем себя об этом думать и постепенно становимся глухи к своим детям. Это тяжело и неполезно. Вот. А вот если, я знаю, что и в учебе у детей, и на работе у меня есть не только сложности, но и радости. Ради этого я хожу на работу. Ради того, чтобы там было что-то прекрасное. Пускай не так часто, как хотелось бы. И у детей точно так же. Есть что-то хорошее в школе? Есть. И вот у нас сейчас, пока мы едем, мы можем настроиться на то хорошее, что нас ожидает. И ожидать хорошего. И, более того, у нас есть эти несколько минут, пока мы вместе, и подарить друг другу добрые взаимоотношения, поддержку, внимание, да, не погружаясь в свое, пользуясь тем, что ребенок, ну вот там молчит, ну и хорошо, а я подумаю о своем, о своих делах. Потом, когда дети взрослеют, многие родители говорят, почему мы так мало разговаривали. Спасибо большое, отец Дионисий. О том, что нужно дорожить возможностью общения с близкими и общением с Богом, мы сегодня поговорили в нашей программе. Ну, а я с вами прощаюсь. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин